Всем привет! Меня зовут Лена. Сейчас я не с большим сопровождением. Сейчас, сейчас, сейчас. Кто переживал, я Ярослав. Сейчас я вышла уже на улицу, чтобы там не спирилка. Ну, в общем, всем привет! Меня зовут Лена, и я рада вас приветствовать на своем канале. Девчонки, сегодня, сегодня, сегодня хороший день. Работать мне не лень. Помните, песенка такая? Какой хороший день, работать мне не лень. И сейчас мы идем пешком на работу. Почему пешком, сейчас все расскажем. Но перед этим я хочу ответить на вопрос своей зрительницы. Вчера у меня был эфир на моем основном похудательном канале. Всем привет! Ярик еще не проснулся. Был эфир, и зрители спрашивали, а почему это ты эфиры проводишь у мамы, а не дома? Что такое? Ярик выгнал. И знаешь, зрительница одна написала, меня бы муж уже выгнал. Из-за того, что, ну, вот эти эфиры постоянно, записи. Ты бы меня выгнал из дома. Понятно. Не? Не? Девочки, у мамы, потому что, во-первых, это рядом. Во-вторых, эфиры, вы знаете, они вечером. Есть возможность побыть лишней, лишнюю ночь, как говорится, с мамой. Ну, я себе в этом удовольствии не отказываю. Если бы мама была, ну, далеко от меня, то, конечно же, бы уезжала домой. А так рядышком, утром встала, проснулась, мужа разбудила. Видите, еще сонно идет. Ну, и идем сейчас на работу. Почему мы идем пешком? Вчера мы ходили по поводу машины. Кто не знает, у нас машина попала в аварию. Въехали в нас. Ярослав был за рулем. Въехал по главной без нарушений. И одна мадам, да? Ну, да. Одна мадам. Блондинка. На белой машине. Она блондинка. Она блондинка. И въехала в правую часть. Очень сильно повреждена пассажирская дверь. А задняя вообще заблокировала. И даже миллиметров 10 отходит от кузова. Пороги, да? Да, две двери, порог. Там немного заднее крыло. Ну, короче, две двери под замену, порог. Ну, это такое, это минимально. Это минимально. Ездили мы вчера в страховую. У виновника аварии полная каска. Полная каска. И они должны покрыть и наш ремонт. Да, вчера ездили, написали заявление. Сегодня, завтра, ну, я думаю, что сегодня, приедет эксперт. Машину мы оставили в гараже. Потому что возникли некоторые проблемы со скоростью. Да, ты говорил там. Ну, короче, нежелательно на ней сейчас ездить. Нежелательно. Ну, и мы решили, что не делается все к лучшему, пешочком. Поэтому, кто меня спрашивал, сколько ты, Лена, ходишь? До этого это было в районе 80 тысяч шагов. Сейчас, я думаю, будет больше. Так вот, поехали в страховую. Ярославная встала заявление. Сегодня приедет эксперт, посмотрит, оценит. Пообещали в течение... Несколько их недель, двух-трех недель выплатить деньгами. Деньги выплачиваются на счет. Ты указываешь счет, делают оценку. Но, вот один такой маленький нюанс, на который мы переживаем. Сейчас, вот и все. Оценка, да? Как бы... Да, подожди секунду. Торчу? Боже, девчата. Мерзляк страшный. Вы посмотрите, шапка. Это самое... Мне жарко, мне жарко. А Ярик страшный мерзляк. Ну, он всегда так. А мне наоборот. Я все-таки тепленькая, тепленькая. Тепленькая, тепленькая. Вот, наверное, тебе поэтому нравятся пушечки. Но это будет отдельная тема для видео. Так вот, что мы переживаем по поводу... Ну, да, чтобы оценка подхватила той суммы, которую они выделят. Чтоб платила ее на ремонт. Мы не уверены. Мы вот в этом не уверены. То есть, если там... Они насчитают сумму, которая будет явно меньше... То придется подавать в суд. И это через суд все. Ну, процесс этот вести. Но это намного дольше займет времени. Ну, как говорят, практика, ну... Страховка, каска... Они считают там нормально. Ну, у меня даже говорили там... Даже выше того, чтобы как бы и хватало за моральный ущерб. То есть, если... Ну, допустим, я не виновник ДТП, а виновница другая сторона, и они нам покрывают, то вроде как там считают нормально. И даже выше того, чтобы как... Ну, да, ну... Из-за морального ущерба. Ну, посмотрим. Ну, ремонт, как этот процесс, я думала, это будет какое-то возможно. Даже СТО от страховой, которая страховая перечислит на счет СТО. Нет. Это перечисляется на счет потерпевшего. И делаешь, где хочешь. Делаешь, где хочешь, да. То есть... Там уже сам решаешь, где тебе сделать лучше. А где мы, кстати, будем делать? Да, я не знаю. Даже надо посоветоваться к кузовщикам. То есть, СТО, где мы там ремонтируемся, они там только делают двигатели ходовые. То есть, они кузовом не занимаются. Ой, а кто там не говорил? Саша, по-моему, кофе. Есть хорошие, но берут дорого. Ну, мне тоже вчера говорили, они говорят, есть хорошие, но берут дорого. Ну, посмотрим. Да, посмотрим еще как. По поводу, знаете, что мы... Ну, у нас есть, по крайней мере, такие планы. Ну, а там посмотрим, насколько они быстро сбудутся. Поменять машину. И с заменой машины, да, то есть, ну, взять другую машину. Эту продать, а взять другую. По поводу цвета мы вчера с Ярославом разговаривали. Он мне такие интересные факты рассказал. Ну, да, у нас вчера разговаривал с одним человеком. Ну, по поводу этого ДТП. Ну, поговорили, и в конце он говорит, а какого цвета машина у вас? Я говорю, ну, серый металлик. Он говорит, ну, все тогда понятно. В общем, существует такая практика в мире. И этим вопросом занимались и ученые, изучали. Короче, 90% машин, которые попадают в ДТП не по своей вине, 90% машин из серого цвета, серый металлик. То есть, мазу у человека, что-то как-то расположено, что просто люди не видят эту машину. Просто что-то отключается в какой-то ситуации в определенной, при определенных обстоятельствах. И просто человек не видит ее. Ну, вот, и не видит. Именно вот этот цвет. Еще этот выезд такой стрёмный. Я кому не говорю, а где произошла авария, спрашивают. Я говорю, вот там-то и там-то. Это пипец. Я сам сколько раз. Там всегда, ну, там часто происходит ДТП. Там главное выезд с парковки, с большого торгового центра. И там выезд, и выезд на проспект. И в две стороны там можно ехать. И влево, и вправо. То есть, влево там вообще практически, ну, днем сложно выехать. Направо более-менее еще можно выехать. Как бы в первую полосу. А если налево выезжать, это, получается, нужно пересекать две полосы, короче, и выезжать налево. Налево там вообще, я думаю, стоит запретить движение. Поэтому, когда будем менять автомобиль, решили... Ну, в общем, когда решили, ну, будем менять автомобиль, решили брать такого какого-то яркого цвета. Красное. Красного или желтого. Ну, какого-то бросающегося в глаза, потому что, чтобы было видно, чтобы не было такой ситуации, чтобы тупо... Тупо. Я с этой бабой, женщиной, вернее, говорю, как, говорю, как, ну, как бы в меня я ехал по главной дороге. Даже не по той, не по... не по правой, а по левой полосе. Дальше. Дальше. Как можно было в меня въехать? Она говорит, я вас не видел. Ну, то есть, это вот, видимо, практика эта сработала, я вас не видел. Мы все видим. Я думал, это, вот до вчерашнего дня, ну, как это, как можно не видеть? Ну, а с человеком поговорю, что да, действительно, есть моменты, что как-то... просто человек просто не видит этого цвета. Там, возможно, поток машин был, да, там был поток машин. Все сейчас серое, все сейчас, ну, такое, это, ну, возможно, да. И не увидела. И как-то мост отключился, что не сработало, что не увидел. Ну, повела она себя крайне неприлично. Крайне неприлично. В общении с Ярославом. Да, в общении со мной. Агрессивно. Даже никто не извинился передо мной, что меня сбили. Ярик вышел с машины и говорит, мадам, вы что меня не увидели? Он говорит, как начала... Ну, да, она на меня набросилась, говорит, какая вы мадам, что вы меня оскорбляете. Хотя, ну, она замужняя женщина с ребенком. То есть... Еще и ребенок был без автокресла. Еще ребенок был в машине на заднем сидении и не было автокресла. Это отдельный разговор об этом. Она на меня давно бросилась, что якобы я ее оскорбляю. Мадам. Хотя, мадам... Ну, не мисс, она далеко не мисс. Ну, она далеко не мисс. И не знаю, почему это ее... Ну, что женщина была стрессовая ситуация. Она тоже... Ну, понятно, стрессовая ситуация. А что на тебя набрасывалась? А что на меня нападать? Ну, да. Тем более, она виновата. Ну, да. Ну, приехал адекватный муж и разрулил эту ситуацию. Там муж тоже, муж тоже, ну, адекватный, адекватный. Но он тоже, кстати, не извинился передо мной за действия своей жены. Даже не попросил прощения. Ну, да. И тем не менее, нас сейчас... Да, это для здоровья хорошо ходить. Ну, и тем не менее, машина нас не кормит, потому что определенную часть товара мы возим. Сейчас ремонт. Вот сейчас всякой мелочевки. Мне ребята написали список. Это нужно теперь брать в пакетах. Хорошо, что оно такое все легкое, что можно просто перевезти. В руках. Да, в руках, не нанимая такси. Поэтому, в любом случае, ну, такие ситуации, аварии, да, это очень... Ну, люди... Во-первых, неприятно. Во-вторых, ну, неудобство, так бы и сказала. Так, все. Мы... Давай, остановимся, попрощаемся. Мы с вами будем прощаться. Мы уже почти пришли на работу. Вам хорошего, позитивного настроения. И, конечно же, чмоки в щеке. Всем пока-пока. Нажми вот эту кнопочку. А я перчатка. Ну, с ним мои перчатки.